Как это сам натянуть монолитную конструкцию из бетона? С моей точки зрения только разрушив данный монолит. Что разрушать? Мы натянули, ничего не разрушив, я сказал как. Бетон вообще выключен с работы, его не надо разрушать. Там кстати вместо бетона можно песок насыпать и будет все это работать. Или залить воды, она замерзнет и лед будет даже держать эти нагрузки. Кто понимает как проектировать подобные конструкции. Далее, если у нас, повторяюсь, специально для не внимательно читающих, если создается предварительный выгиб в 1 метр на 500 метров, струны горбушка вверх, чтобы получить при провиси ровную линию, так вот при натяжении такой струны при профиле 350 миллиметров и преднатягивая 1 метр, что за преднатягивая 1 метр? Даже школьнику, он наверное еще не школьник, он наверное в детский сад ходит, потому что даже школьнику, вот такой глупый даже школьник напишет, даже школьнику понятно, мы выпрямим данную конструкцию, то есть уберем предварительный выгиб, потеряем все свои как бы достижения по предвыгибу. Ну нельзя при профиле таком выпрямить более чем три раза, вот бредятина, просто бредятина. Во-первых, какой 500 метров? Эта конструкция рельса для пролета не более 40 метров, ни в одном документе, ни в одной монографии моей, но нет другого, другой информации. Это полужёсткий рельс для малых пролетов, где струна внутри идет с прогибом на опорах, а рельс выпрямляет как бы эту конструкцию. Более того, он имеется на пролете противовыгиб, чтобы компенсировать деформацию подвесом юнибуса и чтоб колесо катилось по ровной поверхности. И все эти расчеты сделаны исходя из этого. Какие 500 метров? Какой противовыгиб один метр? Это фантазия, больная фантазия больного человека. Я уже говорил, еще раз повторю, что человек сочиняет конструкцию и ее анализирует. Так это фантазия называется. Пусть книжки фантастические пишут, они будут экспертом. Свои же идиотские конструкции. Так, там не струна. Вообще говорят, там фермина конструкция. Посмотрите сами еще раз и прочитайте мой самый первый комментарий на эту тему. Да что там читать этот комментарий? Написано даже не по-русски, без грамот. Далее мини полигоны с моделями из пластика. Это все игрушки, но не более. Извините, не игрушки. Все проверяют на моделях. Поэтому даже есть наука моделирования. И кстати, когда американцы испытывали свои шаттлы, они не могли сделать полноценную продувку в трубе, потому что 8 километров в секунду таких нет аэродинамических труб. Поэтому они все проверяли на моделях. А потом шаттлы полетели. А потом в космос запустили не большой шаттл, а модель. И одна, кстати, приземлилась в океане. И есть информация, что СССР отловили эту модель и кое-что оттуда взяли. Потому что она впала в океан. Это моделирование, это нормально. Это не игрушки. Для тех, кто понимает технику и знает физику. Кто не знает таких слов, как физика, сопромат, строительная механика, теоретическая механика, высшая математика, так это да, игрушки. Возьмем для примера знаменитый танцующий мост воском. Жетонная конструкция очень жесткая. В определенных условиях воздействие волны ветра заплясала, как тряпичная. А теперь представьте себе струну, пролет, ну не будем уж. 100 метров достаточно. Причем весь мост. Да, это же бетонная конструкция. Да, это обалочная конструкция. Да, она плохо спроектирована. У него большая парусность, во-первых. Оказалась низкая жесткость. При этом часто собственных колебаний совпала с колебаний ветровой нагрузки. И она вошла в резонанс. Так это проектировщики плохо спроектировали. Это не конструкция винарта, это винарты проектировщики. И, наверное, такие же проектировали, вот как этот эксперт малограмотный. Поэтому он заплясал этот мост. Более того, многие мосты падали, разрушались, в том числе и от ветра. Но это не значит, что надо мостсостроение, как науку, хоронить и не строить больше мосты. Надо просто их грамотно проектировать. И мы правильно, грамотно проектируем. И у нас не будет ничего плясать. То, что частоту собственных колебаний конструкции мы выводим за пределы эксплуатационных нагрузок. Если, допустим, взять высокоскоростное движение, да, у нас расчеты скорости мы не планируем больше 500 км в час. Потому что на воздухе большую скорость вызывать нет смысла. Надо уходить в вакуумную трубу. А резонансы конструкции, мы знаем о них. Они наступят только, если скорость будет 800 км в час. Мы такую скорость не разовьем. Поэтому мы не достигаем области резонанса. Они что, знают эти эксперты, что мы это знаем и умеем правильно проектировать? По главе 8 продолжение. Берем величину пролета 5 км. Ну, хорошо, что они 500 взял. Умножаем на массу одного метра струны. Умножаем на два. Бегает чудо система. Не на одном колесе все же. Получаем массу струны. Добавляем массу предположительную юмобиля. Массу с одним из 10-14 человек. Опять же, из книги взято. Получаем. Получаем совсем не те радужные цифры, что приведены в книге. Начинаем бить мои доводы с цифрой в руках. Очередная бредятина. Какие 5 км. Какие цифры. Какие радужные цифры. Это набор каких-то не связанных между собой мыслей. Ну, нельзя, допустим, взять автомобиль и сказать, вы знаете, у Беллаза колеса диаметром 30 сантиметров, а нагрузка 500 тонн. Это же идиоту понятно, что он развалится. А кто сказал, что у Беллаза должны быть колеса диаметром, как у Запорожца. Наверное, под эту нагрузку надо другие колеса ставить. Потому что любое техническое решение можно довести до абсурда. Поменяв элементы конструкции. Поменяв логику построения конструкции. Делая не оптимизацию, а противоположную работу. Как довести до абсурда конструкцию. А потом эту конструкцию начинать анализировать. Это вот то, что делают, так называемые, эти эксперты. Они, как бы это сказать помягче, они издеваются над своими незнаниями. И они, собственно, себя охарактеризуют, как людей, которые не способны понять технику, которые не знают законов физики, там сопромата, строительной механики, теории упругости, но берутся судить о технике, которую даже глаза не видели и не понимают вообще, как она устроена, эта техника. Так, давайте продолжим. Глава 8, как я уже писал выше. При определенных размерах оболочки струны, если я не прав, пусть мне дадут точные или хотя бы определенные размеры этой оболочки, мы вместе пересчитаем, а ты вообще-то считать умеешь? Наверное, он даже таблицу умножения не знает, скорее всего, забыл. Пользуется калькулятором. Так, а тут все-таки высшая математика, физика, сопромат, строительная механика. Вес погонного метра составляет 82 килограмма. Два восклицательных знака, три восклицательных знака. А не три 25 килограмм на метр. А проверьте, пожалуйста, с калькулятором в руках? Ну да, с калькулятором больше. Ты, наверное, другой техники не знаешь, кроме калькулятора. А мы считали вообще-то в программах иностранных, это программы НАСА, а не на калькуляторе. И расчеты настолько сложны, что для того, чтобы, например, определить одну характеристику, допустим, напряжение в струне, при данном ветре, данной нагрузке, при данной температуре, на данном пролете. Только одну точку, чтобы получить на графике, надо решить два миллиона уравнений с двумя миллионами неизвестных. Какой калькулятор? Но это методом конечных элементов, где вот эту точку одну считает компьютер около суток. Есть еще аналитический метод, когда можно по формулам, зная физику, рассчитать. Да, будет некая ошибка, но она будет в пределах 5-10%. Я знаю эти формулы, я знаю эту аналитику. И все мои расчеты оказались верными. И это подтверждено, вот в Озерах подтверждено на этом стенде. Поэтому как можно, что ему давать, если он считать-то не умеет. Что он считает? То 82 килограмма, то 3-25 килограмма. Откуда это все взято? Очень удивился совершенно новой для себя информацией, что существует проволока с усиленным на разрыв 350 килограмм на миллиметр квадратный. Ем более давно и много выпускаемо, в том числе и у нас. Назовите марку стропа или хотя бы марку материала. Для моего сообразования. Елки-палки, да иди ты в школу сначала. Восьмой класс, чтобы физику немножко подучить. А потом иди в институт. И на первом курсе, если ты попадешь в технический вуз, ты об этом узнаешь. Мы не собираемся тебя сам образовывать. Ну если предположить, что когда-нибудь такое будет создано. Кстати, вы не забыли, уважаемые оппоненты, я не знаю, это мой адрес, левчее сказано, что мы пока еще до массы проволоки струны, как бы даже и не добрались. А нестыковка по массе уже вовсю машет белым флагом. Вот какие аргументы вот этих, так сказать, малограмотных людей. Так по поводу проволоки. Не знаю, вот кто-нибудь, если эти оппоненты когда-нибудь косили косой, допустим, траву, то они должны знать, что если постучать по косе на наковальне молоточком, то прочность стали повышается в разы. И тогда она долго коса косит. Почему? Потому что идет упрощение стали при определенном механическом воздействии. Так вот, высокопроводочную проволоку мы получили каким образом? Заказали ее на заводе в Волгограде. Волгометис название этого завода. Из большого многообразия того, что она выпускает, нам больше всего подошла конкретная стальная проволока диаметром 3 мм. Мы ее заказали. И завод пошел нам навстречу, потому что эту проволоку никто у них не заказывал. Поэтому они специально для нас сделали отливку стали. Специально для нас эту отливку пропустили через фильеры. Алмазные фильеры. И как высокопроводочную проволоку получают? Ее пропускают сначала через большую фильеру большого диаметра, потом через меньшего диаметра, потом еще меньшего, потом еще меньшего. И в конце концов через потом 3 мм и получают проволоку 3 мм. И также как при отбивке косы, при прохождении через фильеру структура металла меняется. Она упрочняется, идет наклеп. Это опять же для самообразования. Наклеп идет. И обычно там сталь 80, она не очень прочная. Но после вот этой протяжки, и это известно специалистам, это неизвестно не специалистам. Прочность стали увеличится почти на порядок. Поэтому нам не нужна была сталь прочностью 350 кг на квадратный миллиметр. Это 35000 кг на квадратный сантиметр. Нас устроила та проволока, которую нам изготовил завод Волгометис. Ее прочность на разрыв 22400 кг на квадратный сантиметр. При цене проволоки на тот момент 1000 долларов за тонн. То есть она стоит как обычный прокат. Как обычный уголок, швеллер, труба. Ее прочность в 10 раз выше, чем у обычной арматуры. Вот такой технологии получения, которую не мы придумали. Это заводы выпускают. И мы можем заказать. Они говорят, закажите нам, хоть миллион тонн мы выпустим вам. Только закажите.